Всем настоящий бойцовский респект! Вы на территории ММА и сегодня поговорим вот о чем. 5 мая в Москве состоится грандиозный турнир ACB 86. В нем примут участие два топовых казахстанских спортсмена Арман Аспанов и Ассалжан Бахаджан Улы. Соперником Сункара выступит грозный российский боец Акоп Степанян. Все, что нужно знать об этом противостоянии, расскажу прямо сейчас. Да, если вы слишком чувствительны, то не рекомендую вам смотреть концовку этого видео. Первым делом разберем ситуацию Акопа Степаняна и рассмотрим его карьерный путь вплоть до предстоящего боя со Спановым. Акопу 31 год, в его послужном списке 25 побед и 10 поражений, то есть всего 35 поединков. Профессиональную карьеру Степанян начал в 2009 году и потерпел три поражения к ряду, причем два поединка прошли с разницей в шесть дней. Затем в течение трех лет он провел 12 боев и одержал 12 побед. В октябре 2012 Степанян дебютировал в одной из лучших мировых лиг «Беллатор». Первый бой получился комом. Затем в рамках этого промоушена Акоп терпит второе поражение. Через месяц российский спортсмен снова выходит в октагон и красивая победа в поединке с Крисом Сандерсом. После этого успеха «Беллатор» снова предоставляет Степаняну еще один шанс закрепиться в американской лиге. Но не сложилось. Два поражения и карьера за океаном приказала долго жить. В 2014 году Акоп снова начинает выступать в России. Снова марафон из девяти побед и в апреле 2016-го бой с Венером Галиевым в рамках Fight Nights Global. Досадное поражение, в котором Башкир в очередной раз доказал, что опыт и мастерство играет большую роль в арсенале спортсмена. Далее два поединка. Один из них в рамках турнира Abu Dhabi Warriors, другой на турнире S70 Platform. Две победы. В 2017-м Степанян становится бойцом лиги ACB и в своем дебюте на турнире под номером 57 проигрывает болевым Мухаммеду Кокову. Через два месяца боец закрывает поражение в поединке с Филиппом Крузом, а на ACB 74 снова неудача в противостоянии с Эндрю Фишером. Технический нокаут во втором раунде. Вот что сказала Коп Степанян на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру ACB 86. Я не буду говорить громких слов, не буду говорить, что я вернусь там и всех разорву или еще что-то. Единственное, я скажу, что я в этом году постараюсь удивить всех. Степанян мощный ударник, отлично работает как руками, так и ногами. Хорошо чувствует дистанцию, есть нокаутирующая сила. В борьбе чувствует себя гораздо хуже. В нескольких боях уступал именно в этом компоненте, причем перебивал в стойке, а в итоге проигрывал. Я очень часто воспользовался недооценкой вообще бойцов, которые считали, что там сейчас выйдут и переведут меня в партер, и у них там все получится. Очень многие люди, фанаты, да, в основном путают уровень борьбы с чем-то другим, например, функционалкой или физической подготовкой. Я скажу, что у меня были бои, в которых я был не в хорошей функциональной подготовке, физической. То есть без физической подготовки в борьбе делать нечего, в принципе. Сейчас я делаю акцент на то, чтобы я на бой вышел именно в хорошей физической форме, и у меня была та свежесть и кураж, который был ранее. В двух из трех предыдущих поражений уступал именно в третьем раунде, то есть функционал у спортсмена тоже не на самом высоком уровне. Плюс окоп оказывался в тяжелейшем нокауте, а это тоже оставляет свой отпечаток. В каком городе ты сейчас можешь сказать? Ответь в каком-то городе. Не думай сейчас с тобой, с коем-то в таком. Это очень важно. Мрач сейчас спрашивает. Если ты сейчас не отвечаешь на вопрос, то доктор сейчас будет опять в 8-8-8-8. Ты мне теперь можешь сказать? Какой год сейчас? Какой год? Они сейчас вызовут, они сейчас вызовут, если тебя зовут. Да, как я убрал. Ты можешь сказать, какой год, потом мы тебе скажем. Скажи, какой год сейчас. А как? Какой год? Где ты находишься, в каком городе, где ты живешь? У Армана два предыдущих поединка сложились не лучшим образом. На мой взгляд, в этом бою необходимо прежде всего показать результат. Возможно, поединок получится не таким зрелищным, но еще раз повторю. Главное – результат. Аспанову нужно выигрывать. Поэтому мы будем драться вместе. Вон интервью сказал, что опасаться будет стойки. Как бы у меня база борзовская база, потому что я дрался по бою саму выступал. У меня база джедо-самба. Как бы наш вид спорта, это универсальный вид спорта, надо совершенствовать постоянно. Показать себя по ударной технике, по борьбе, по джиу-джитсу. Но все мы будем готовы. Все мы будем готовы. Не знаю, будет ли придерживаться такого плана Сункар. Ведь, как известно, он всегда выходит в октагон, чтобы показывать именно зрелищные бои. Он дарит болельщикам невероятные эмоции. Чего только стоит его бомбический поединок с Пол Пудниковым, где у Армана реально украли победу. На этот раз Аспанов не уезжал в Америку, а готовился в Дагестане вместе со своим другом Кайратом Ахметовым. Думаю, что этот поединок будет настоящим украшением предстоящего турнира. И от всей души желаю Арману Аспанову победы. Если видео зашло, то поддержите казахстанского спортсмена победным лайком. И напишите в комментариях ваше мнение о предстоящем поединке. Подпишитесь на канал «Тут все наши» и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за просмотр и в любое время добро пожаловать на нашу территорию, территорию ММА. Субтитры сделал DimaTorzok